дорогие мои друзья и зрители моего канала всем привет 7 23 января ежемесячный обзор белочки сейчас не пойдет погода плюс 3 красота белочка бегать 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 все мокрые рацион белочки также сейчас надо наставляет от рыбе и сено солома кончилась норма от рыбе ей прибавил сейчас у нее суточная норма от рыбей 3 килограмма сено 8 килограмм сейчас объясню почему я прибавил от рыбе одно время мать работала в колхозе в родилке родилка это место куда пригоняет стильных коров телиться но она как бы была ночным сторожем но это в кавычках она же была в ночное время и сторож и скотник и акушер принимала отелу коров ну и я с ней ездил ей ездил помогать да и за одного опыта набирался так сказать туда коров пригоняли разных жирных худых и вот я начал замечать что у худых коров всегда и телята были огромные и чтоб такого с белочки не было и перебаю от рыбе конечно сейчас опытные животноводы со мной конечно поспорят но у нас у каждого своя правда но я всегда действую в интересах животных однажды в колхозе был случай пригнали корову бекардистку сутки она давала 40 литров молока и в тот год что-то в колхозе сена путем не было и ей надо было усиленное кормление но к сожалению как сена не был так короче сена давали как обычным то есть норм была как у 20 литровой коровы так и у 40 литровой ну и в итоге корова покрылась ей прошло время телиться ее пригнали в родилку она днем начала телиться тут доярка с котником поняли что они вдвоем и теленка не вытащат не вытащат и они позвали всех скотников и телятников короче говоря 7 мужиков вытягивали теленка теленка вытянули но к сожалению видать повредили корове таз и она не смогла подняться после тела три дня она провалялась потом ее пропустили под нож вот такая была впечатленная история а во вторых почему я прибавил отряби может кто не знает но я вам скажу что у жирной коровы послед выходит быстрее чем у худой коровы у худой коровы послед может и совсем не вылезти то есть послед остается внутри коровы и тогда приходится вызывать ее техника и вытащить корову я вам скажу так у корова у которой последовался внутри она может сказать зажиг нет это не такой запах нет так что так вот как я говорю лучше перебздить чем недобздить я до сих пор не понимаю за что в колхозах получали зарплату за техники которые формировали рацион и норму для сельхоз животных вот это я не могу понять а потом много раз было случаев опять же в колхозе да и на частных подворьях у меня такого не было никогда потому что у меня всегда коровы были у меня всегда коровы были жирные и телята были мелкие всегда то есть одни и те же быки покрывали коров и в колхозном табуне и в частном табунах в колхозных табунах рождались теляты рекордсмены а у меня всех у меня всегда были мелкие телята ну это того что коровы были жирные поэтому телята были маленькие но опять же в колхозах так же и на частных подворьях я видел как как стерли коровы коровы просто падали на ноги от изнеможения так же на ноги могут падать и овцы насчет козы я не знаю козы я не держал единственное животное которое может скинуть плод если почувствовать что у нее нет сил это лошадь у меня лошадь тоже были у меня кобылы никогда не скидывали жеребят а вот у людей был такой когда кобылу обделяли кормом она была худая и на любом месяце она могла просто скинуть плод и все так что новички животноводы имейте это ввиду и кстати среди моих друзей есть козоводы напишите в комментариях у вас либо у ваших знакомых падали козы на ноги от истощения или нет потом сейчас еще хочу с вами поговорить о том как определить худая корова или жирная есть много разных способов а кстати вот столб я вкопал ого его же стал сейчас опять затрамбует так как можно узнать корова упитная или нет есть есть два вида коров не то что коров там быков жидкие и плотные то есть жирные и плотные это две разные вещи бывает коровы плотные но на самом деле они худые и на них нету ни грамма жира и еще запомните пожалуйста подкожный подкожное сало защищает животных от холода внутренний жир это энергия так вот 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 смотря на белочку многие скажут что она жирная а вот и нет да она плотная вот мясо да но у жирной коровы волос будет короткий у белки как видите волос длинный то есть она еще не дошла до максимума своей упитности есть также породы такие как галштин галшинофриз то есть эти животные они как бы скелет натянутый кожей если у такой коровы волос короткий значит она жирная если волос длинный значит она худая из моих друзей блогеров вот у кого были жирные коровы есть коровы жирные это московские колхозники Галина у нее корова Карина вот пожалуйста да масло торчат но волос короткий гладкая это значит жирная та же была белочка у Татьяны Смирновой канал Мирко тоже коров вроде бы и ребра были видны но корова была жирная потому что опять же волос у нее был короткий на этом все завершаю свой обзор всем спасибо за просмотр всем желаю мира здоровья добра до новых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok